МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Еще в сентябре у нас с вами был единый день голосования, где вся страна проходила многоуровневые выборы. В том числе мы с вами выбирали депутатов Московской областной думы 6-го созыва. И вот дума заработала. И сегодня у нас в гостях избранный депутат по 10-му одномандатному Латкаринскому округу, в состав который входит и наш город, и наш район, Владимир Петрович Жук. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый вечер. Очень приятно, что вы нашли время в своем графике и пришли сегодня к нам в студию. Вопросов много. Но начну издалека, начну до выборов. Как проходила избирательная кампания? Какие остались впечатления от нее? Ну, выборная кампания, конечно, проходила непросто, потому что она проходила в два этапа. Мы сначала прошли сито предварительного голосования, так называемый праймерис. После этого уже были основные выборы. Они завершились 18 сентября. Поэтому весь процесс у нас занял примерно 8-9 месяцев. Это тяжелая такая была напряженная работа, встреча с жителями. И сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших жителей за то, что они пришли на избирательные участки и выразили свой гражданский долг, свою позицию. И, наверное, особо хочу поблагодарить тех, кто меня поддержал. Я каждый голос ценю. Воспринимаю это как аванс на будущее. Обязательно постараюсь его оправдать. Понимая, какое высокое доверие на меня возложит. Владимир Петрович, наверняка было очень много встреч, в том числе и с жителями Ленинского района. А впечатления остались о нашем районе, о знакомстве, как с ним происходило? Ну, я выбрал в период избирательной кампании как раз тактику встреч с жителями. В основном провел их очень много. И в Ленинском районе огромное количество. Мне кажется, везде люди есть положительные, везде есть активные, в любом дворе, в любом поселении, в любой деревне, в селе. Есть люди, которые душой радеют за свою территорию, приходят с предложениями. Неравнодушные. Неравнодушные, да. Поэтому самое хорошее впечатление о Ленинском районе. Но какие наказы давали вам жители Ленинского района в период избирательной кампании, мы поговорим чуть позже. А сейчас я хотела бы предложить нашим телезрителям сюжет о первом заседании Думы шестого созыва. Славься, страна, мы гордимся за тобой. Вот так с акапельного исполнения гимна Российской Федерации началось первое рабочее заседание Мособлдумы шестого созыва. Пятидесяти избранникам из всех районов Подмосковья предстоит в течение следующих пяти лет определять вектор развития региона. Избирательная комиссия Московской области решила признать выборы депутатов Московской областной думы 18 сентября 2016 года состоявшимися и действительными. Повестка первого заседания Думы была скорее технической. Депутаты избрали руководство законодательного органа власти, а также получили удостоверение и значки. Жук Владимир Петрович. Первое рабочее заседание. Конечно, на нем будут рассмотрены в основном вопросы организационного характера. Будет выбран председатель областной думы, его заместители, другие руководящие органы. Будут сделаны предложения по составу комитетов и по руководителям комитетов и некоторые другие вопросы. Я думаю, интересное будет заседание, особенно для меня. Я впервые в нем буду участвовать. Накануне все там же, в здании на проспекте Мира, прошло заседание депутатов-единороссов, где была образована партийная фракция, самая большая в нынешнем созыве. Прошло организационное собрание депутатов, избранных при поддержке партии «Единая Россия». Была образована фракция партии, она самая многочисленная в составе областной думы. И избраны руководящие органы этой фракции. И сегодня эта фракция начинает работать. Поэтому, друзья мои, у нас впереди очень много работы, очень много наказов, просьб, предложений наших жителей, наших избирателей. Постараемся все это воплотить в жизнь. На должность спикера Мособолдумы была предложена кандидатура «Единая Россия» Игоря Брынцелова. Руководители трех других думских фракций – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержали кандидатуру председателя. Вот так происходило первое заседание парламента регионального. А мне хотелось бы спросить у вас, какой он этот парламент, как он сформирован, какие депутаты представляют сейчас интересы региона? Ну, состав парламента включает 50 депутатов. Фракции, как было 4, таких и осталось. Единственное, поменялся немножко численный состав фракции. Нарастили свое количество депутатов фракции «Единая Россия» и ЛДПР. Соответственно, уменьшилось количество депутатов «Справедливая Россия» и КПРФ. Ну, самая малочисленная фракция – это «Справедливая Россия», там всего два депутата. Но, тем не менее, они активно работают. И я считаю, что каждый из этих депутатов, из избранных, они все нацелены на развитие нашего региона. Поэтому задача у нас одна. А партии разные, а цель одна? Цель одна – это социально-экономическое развитие Подмосковья. Поэтому хорошо, когда люди с разными политическими позициями смотрят на одну и ту же проблему, но смотрят они ее, конечно, под разным углом. Поэтому проблема, она становится более такая понятная, и решение приходит более качественное и более эффективное. На мой взгляд, это очень хорошо. Согласна с вами. Скажите, когда формируется парламент, обычно там и формируются рабочие комиссии. Комитеты. Комитеты, да, называется это в ЗАГС Собрании области. А в состав какого комитета входите вы? И каким образом получилось, что вы выбрали именно этот комитет? Ну, смотрите, вот до этого состава, это шестой уже созыв, было 11 комитетов в Московской областной думе. С этого года образован еще один комитет, 12-й. Он называется комитет по вопросам природопользования и экологии. Связано это тем, что очень много вопросов массовых обращений наших жителей именно по вопросам экологии. И поэтому эти проблемы нужно решать. И было решено выделить в отдельный комитет. Тем более, как вы знаете, 2017 год объявлен годом экологии в России. Поэтому это стал отдельный комитет. А я вошел в состав комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике. Ну, неудивительно, да. Ваш профиль. Да, это мой профиль. Я здесь считаю, что в этой области неплохо разбираюсь, потому что я сам профессионально этим занимаюсь. И считаю, что очень многие проблемы в Московской области как раз лежат в плоскости того, что у нас маленький бюджет в Московской области. Поэтому нам надо создавать такие условия, в том числе для инвесторов, чтобы этот бюджет наполнять. Тогда многие проблемы региона, они сами с собой уйдут. Ну, некоторые субъекты федерации нашему бюджету бы все равно позавидовали. Совершенно правильно. Но мы всегда сравниваем его, наш бюджет с бюджетом Москвы. Да, с соседями. Он в несколько раз меньше, к сожалению, пока. Поэтому надо очень много работать, чтобы дотянуться до них. А есть какие-то мысли, вот кроме инвестиций, каким образом еще можно повысить? Ну, мы работаем для того, чтобы поддержать предпринимательство, во-первых. Потому что малый и средний бизнес – это большой рычаг. И сегодня он недооценен. В мировых странах, в развитых странах, процентов 50-60 валового национального продукта дает как раз малый и средний бизнес. А у нас он дает всего-то порядка 20. То есть здесь огромные резервы есть. Это первое. Второе – это инвестиции. Нам нужно создавать вот такие условия для инвесторов, чтобы они приходили к нам в Московскую область и не уходили в другие места. Потому что конкуренция сегодня за инвесторов очень велика. Инвесторов мало, а регионов, которые за них соревнуются, много. Поэтому нам надо создавать такие условия. И я для этого как раз собираюсь некоторые в своем смысле реализовать. Владимир Петрович, несколько заседаний уже прошло в Московской областной доме. Расскажите, какие законопроекты обсуждались? Это может быть решение уже принято? Да, на каждом заседании принимаются новые законы, новые поправки. То есть постоянно совершенствуются. Ведь закон – это не мертвое какое-то уже существо, это живое. В него постоянно меняется структура. Из таких вопросов, законов, которые людей беспокоят, я думаю, что самый такой злободневный – это закон о тишине. Мы его буквально сегодня рассматривали, сегодня как раз было заседание дома, и этот закон был принят в первом чтении. Что это такое? Как вы знаете, вот этот период времени, когда нельзя проводить шумные работы, он сейчас у нас с 21 вечера до 8 утра по будням, и выходные с 22 до 10. А это каждый регион означает своей цифрой? Мы говорим про Московскую область, да, совершенно правильно. Вот когда изучали вот этот опыт, мы изучали опыт других регионов, изучали мнение людей обязательно, потому что в каждом муниципальном образовании проводился опрос, проводили круглые столы. То есть была большая информация собрана. И сейчас какое предложение? Этот закон принят в первом чтении пока, то есть еще есть время для того, чтобы внести туда поправки, изменения, потому что будет второе, третье чтение. Так вот на сегодняшний момент он звучит так, значит, шуметь быть нельзя с 19 до 9 по будням и субботам. Воскресенье... Да, только давайте скажем до 9 утра. До 9 утра, конечно, до 9 утра. С воскресеньем круглосуточно шуметь нельзя. При этом будут запрещены шумные работы и в нежилых помещениях, потому что в жилых домах, как вы знаете, есть нежилые помещения, магазины, аптеки, кафе и так далее. Раньше к ним закон было применить нельзя. Сейчас к ним тоже. А соотнесли их к этому закону? Да, соотнесли. И еще один момент важный. Вот сейчас появился льготный период. То есть вводится новостройка, там понимаете, что идет всегда интенсивные ремонты, многие заезжают и начинают шумно работать. Так вот, период 6 месяцев, когда этот закон в новостройке не действует. То есть шуметь можно круглосуточно. Но это сделано для того, чтобы люди интенсивно въехали, сделали быстренько ремонт и спокойно потом жили. А потом уже по законам, которые распространяются на всех. Совершенно правильно, да. Ну, это интересная инициатива. Да, вот эти вот предложения, они к нам приходят из разных мест, мы их систематизируем. Скажите, а вот еще два чтения, да, какие-то доработки может еще претерпеть закон? Какого рода? Вот в смысле закон о тишине? Именно о тишине, да. Или в принципе, вы как считаете, что он уже доработан? Нет, есть варианты. Нет, я считаю, что там есть варианты. То есть вот то, что я озвучил, это наиболее такой вариант, скажем так, большинство принимает. Но это на сегодняшний момент. У нас есть еще 2-3 недели, в течение которых может выявиться такие обстоятельства, что Дума примет какие-то немножко другие размеры. А как сегодня голосование происходило? Большинство, это сколько человек поддержало закон? Большинство, это, ну, порядка 40. А, ну, практически все. Порядка 40, да. Закон нужный, важный. То есть подавляющее большинство, скажем так. Ну, ведь на Думе в основном голосуют, а обсуждают на комитетах. Потому что если мы еще будем на Думе обсуждать вопросы, то мы там просто сидеть будем круглосуточно. Потому что вот такие вот именно вопросы, которые для людей являются злободневными, они обсуждаются в комитетах, в том числе на расширенных комитетах. Владимир Петрович, а мы ни слова не сказали о тех людях, которые не собираются соблюдать этот закон. Какие меры воздействия к ним будут применяться? Штрафы увеличились? Нет, штрафы не увеличиваются, они остаются те же самые пока. Потому что это все-таки не стоит ужесточать. Я думаю, что не так много людей, которые не соблюдают этот закон о тишине. Потому что у нас есть полиция, если кто-то шумит, можно позвонить. Полиция должна приехать и сделать так, чтобы человек выполнял закон. И что-то еще из законотворчества? Еще один момент, наверное, можно заметить по поводу парковок. Тоже для людей такая чувствительная тема. Эвакуаторы. Вот стоит машина, эвакуировали на штрафстоянку. Пока ты не заплатишь деньги, ты машину тут не заберешь. Сейчас внесли изменения, можно машину забрать, а вопрос оплаты решать уже в процессе. То есть вот такое вот облегчение для автомобилистов. Мне кажется, это хорошая такая поправка. Я согласна. Правильная. Когда она вступит в силу? Она уже вступила. Вступила. Отличные новости. Насколько мне известно, конец года это то время, когда хозяин, хороший, рачительный, начинает готовить свой бюджет к следующему году. То же самое у нас происходит и в Московской области. Обсуждается ли бюджет? И в какой мере сейчас сверстан он? Бюджет уже сверстан, он как раз активно обсуждается уже несколько недель. Бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019. То есть практически как бы на три года. На три года. Да. Ну, учитывая мы, конечно, сложную экономическую обстановку, он не только в Подмосковье, наверное, во всей стране. Ну, может быть, даже что там говорить и в мире не все спокойно. Поэтому непростой бюджет, но отметить нужно только одно. Все социальные обязательства, которые взяло на себя правительство, все программы, они будут доведены до конца. И в 2017 году они даже получат свое развитие. Вот я специально отметил, даже увеличивается. Ничего не свернули. Ничего не свернули, а наоборот начинают еще кое-что и добавлять. На культуру, спорт, образование в каждую программу добавлены средства и приличные средства. Важная программа переселения граждан из аварийного жилья. Там добавлены средства более миллиарда рублей. Это один из приоритетов для правительства Московской области и для Московской областной думы. Поэтому деньги здесь выделены. Еще одна программа – это экология. На нее тоже выделены дополнительные средства в размере 1,3 миллиарда. Но для бюджета Московской области это приличные деньги. Поэтому бюджет идет вот с такими цифрами. Я считаю, он немножко поступательно движется, учитывая, опять-таки, непростую обстановку в экономике. Ну, сейчас вы рассказали нам о том, как вы строите свою работу как депутата именно на заседаниях. Давайте с другой стороны еще раскроем вас. Как вы строите свою работу с людьми, которые вы представляете? Вы знаете, во время избирательной кампании, во время встреч с людьми, многие говорили, что мы выбираем депутатов, а потом их никто найти не может. Я им говорил, что в моем случае такого не произойдет. И действительно, мы сейчас сформировали уже давно, уже не на месяц, сеть приемных. У нас в каждом крупном муниципальном образовании их, она есть. Их сейчас семь и одна центральная. То есть семь приемных. Что это такое? Туда раз в месяц мы принимаем людей по записи, естественно. Потому что на каждом приеме присутствует у нас юрист. Потому что очень много вопросов из правового поля, и мы можем сразу дать какое-то решение. Я, конечно, не могу на всех побывать, к сожалению. Но мои помощники, я стараюсь бывать на всех, но помощники мне передают. Если вопрос очень сложный, то я, конечно, подключаюсь сам. Ну и по мере возможности стараюсь бывать на каждом приеме. То есть? Да, я знаю, что вы бываете на приеме. И у меня есть репортаж тому подтверждение, когда вы вели прием населения именно в Ленинском районе. Прервемся на минуточку, посмотрим. Люди привыкли, что после многообещающих речей во время избирательных кампаний новоиспеченных депутатов или других представителей власти и не сыщешь. Но Владимир Жук, который в сентябре избрался в Московскую областную думу по Латканинскому одномандатному округу, куда входит и Ленинский район, уверен, каждый житель должен знать своего депутата и иметь возможность к нему обратиться. Поэтому придерживается политики открытости. Так, 8 ноября в Видном состоялся его первый приемный день. Люди активно идут, записываются, и мы видим, что это востребовано. И депутат как раз нужен для того, чтобы иметь обратную связь с жителями. На каждой встрече у нас присутствует юрист, присутствует референт. Для того, чтобы это все внимательным образом изучить и сразу дать правовую оценку тут же, и некоторые вопросы можно уже решить на месте. Владимир Панов пришел на прием с надеждой, что именно здесь он найдет отклик в реализации своего проекта «Счастливая семья». Для полноценной работы ему с единомышленниками не хватает отдельного помещения и информационной поддержки. Этот проект существует уже более 7 лет. Мы его воплощаем на территории нашего города, чтобы помочь молодым семьям, многодетным, пенсионерам, инвалидам в плане восстановления семейных традиций, семейных ценностей, всего того, что является основой нашего бытия. Записаться на прием можно было заранее, позвонив секретарю депутата или отправив сообщение по электронной почте. Но были и те, кто пришел без записи. Всех избирателей Владимир Жук внимательно выслушал и пообещал помочь в решении проблем, которые касались разных аспектов нашей жизни. Безработица, благоустройство, жилищные вопросы – вот самые распространенные темы. Я иду по жилью. Дочка. 30 лет стою на очереди. И до сих пор нет. Две документы все предоставила. Вы дайте, что у вас какая есть собственность. Какая может быть собственность? Мать двоих детей всю жизнь воспитала, сама работала, сама училась и стояла на двух очередях. Очередная была очередь. И была у нас самая льготная. Все сняли. Такие приемы депутаты или его помощники теперь будут вести каждый второй вторник месяца с 12 до 14 в исполкоме местного отделения партии «Единая Россия» по адресу Школьная, дом 17. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Владимир Петрович, ну вот небольшой срез приема мы увидели, посмотрели, с чем приходят люди. Но вы, конечно, можете рассказать нам и больше, что осталось за кадром. И как раз давайте вспомним те встречи, которые были во время избирательной кампании. Что волнует жителей Ленинского района? Жители Ленинского района волнует все то, что и волнует всех остальных людей. Это проблемы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экология, образование, медицина. Вот то, что основное, что людей беспокоит. Поэтому вот в этой сфере и основные вопросы. Хотя есть, конечно, экзотические довольно-таки вопросы. Вот в качестве примера могу сказать, как раз на этом приеме, я вот в сюжете, там девушка сидела, она потом, когда мы разговаривали, она пришла с чем? Она хочет сделать контактный зоопарк со львами. Со львами. Я тоже не воспринял это серьезно, но она сказала, что у нее, и показала фотографию, что у нее дома, в квартире живет львица. Боже мой, девушку надо спасать. Которая шесть месяцев. Я спросил, а какой он, какой размер? Ну, размер сприличный. И я говорю, а это неужели не опасно? Это же дикие хищники. Хищники. Она говорит, ну, если с пятидневного возраста ее кормишь, то ничего не будет. Ну, как-то мне с трудом это верится. Ну, что она просила? И какой контакт должен быть с таким хищником? В каком контактном зоопарке можно его поместить? Так я вот не знаю. Она говорит, я хожу с ним по улицам, захожу в кафе, она у меня сидит рядом, она львица, она девочка. И, говорит, дети подходят, фотографируются, гладят и ничего. До первого несчастного случая, конечно. Ну, вот я сколько не пытался, но мне не удалось. Ну, хотела она что, где-то найти землю и сделать вот такой контактный зоопарк. Не знаю. Владимир Петрович, а нет такого ощущения, что некоторые, я не скажу, что все, относятся, допустим, как пример к депутату, к вам, который ведет прием, как к некому волшебнику. К которому вот пришли, рассказали и говорят, вот я на очереди, на квартиру стою 30 лет, потому что не очередение, это законы совершенно другие, никому никто собственность не раздает. А вам пожаловались, и вы как волшебник махнули палочкой, и все у всех появилось. Ну, есть такие люди, конечно. Есть люди, которые считают, что депутат из своего кармана достанет, я не знаю, там деньги, купит диван кому-то, или отремонтирует квартиру, или погасит кредит. Но это немножко наивный подход, потому что у депутата действительно есть депутатский фонд, да. И в том числе вот на какие-то вещи он может потратить эти средства, но в основном все-таки это на социальную сферу. Вот если брать Ленинские районы Видное, то в следующем году из депутатского фонда я выделяю средства на приобретение и установку детских аттракционов в парке отдыха города Видное, муниципальному бюджетному учреждению. Ну, я считаю, вот эти деньги как-то пойдут на всех. А просто за кого-то погасить кредит, ну, это, может, наверное, несерьезно немножко. Тем не менее, вот людей, которые один на один с бедой, мы не бросаем, не оставляем. Какие-то средства обязательно я тоже буду выделять, но через социальную защиту. Ну, и не обязательно, может быть, средства. Некоторые могут прийти для того, чтобы выяснить, каким путем идти для решения проблемы. И здесь вы говорите, вы работаете в паре с юристом, которые могут помочь. Да, конечно. Ну, во-первых, у меня есть несколько помощников, один из них работает в Думе на постоянной основе. Второй, он постоянно на территории. Есть юрист, еще раз повторю, и есть у меня общественные помощники. По закону о статусе депутата Московской областной думы он может иметь до 30 общественных помощников. То есть они денег не получают, зарплаты у них нет, они как бы ведут общественную работу. Кстати говоря, я ведь тоже депутат неосвобожденный. Да, можно мы продолжим эту тему чуть позже? Почему перебиваю? У нас звонок от телезрителя. Да, пожалуйста. Здравствуйте, представьте, задавайте вопрос. Владимир Петрович, отращаюсь к вам от Петровского проезда, от всего поселка Расторгуево, Расторгуевской части. У нас закрыли на Петровском проезде Сбербанк уже больше, чем полгода. Помогите нам открыть, нам так плохо. Особенно пенсионерам. Я Бабикова Антонина Васильевна. Спасибо, Антонина Васильевна. У нас из квартиры 41. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Да, есть такая проблема. Он известный, я как раз в этом месте был и в период избирательной кампании. То есть, с людьми говорил, вот мы сейчас выходим на руководство Сбербанка, вот именно из-за тех людей, которые отвечают за эту территорию. И попытаемся что-то сделать. Потому что банк, он тоже, Сбербанк, хотя он и богатый, но тем не менее он проводит постоянную оптимизацию. То есть, он посчитал, что вот именно в этом месте у него недостаточно будет дохода, чтобы обслуживать вот это вот отделение. Поэтому он его закрыл. Но есть другие варианты. Может банкомат поставить там, условно говоря. Поэтому есть варианты и обязательно будем прорабатывать. Я вас прервала на том моменте, когда вы говорили, что вы депутат, да, не на освобожденный наоборот основе. Это как общественная нагрузка получается у вас. Совершенно правильно. Вот как у вас и работа, и депутатство, и еще прием населения. Ну, я давно занимаюсь общественной работой, поэтому для меня это не в новинку. Сейчас просто она навалилась еще больше. Ну, ничего страшного, я предприниматель, и буду меньше заниматься бизнесом. Поэтому тот сектор можно немножко отодвинуть в сторону, его уменьшить. А общественную работу, наоборот, надо расширить. Ну, насколько мне известно, зарабатывая в бизнесе, вы занимаетесь еще и благотворительностью. Поэтому ваш доход, это доход и тех людей, которым вы помогаете. Сильно бизнес не отодвигается на второй план, это мое как предложение. Да, спасибо, да. Я тоже считаю, что если, конечно, совсем не заниматься бизнесом, то и самого будет не на что жить, и помогать-то никому не сможешь. Поэтому я его не сильно задвигаю пока, то есть мне удается балансировать, в хорошем смысле этого слова. Поэтому, я думаю, все в порядке. И все-таки, пользуясь случаем, вот по поводу общественных помощников, я хотел бы немножко обратиться к жителям Ленинского района. Если, вот у меня сейчас порядка десяти работают помощников, у меня еще есть как бы квота. Поэтому, если кто-то из неравнодушных, активных людей, кто хочет заниматься именно общественной работой, может быть, и в Московской областной думе, стать помощником депутата, то можно обратиться, вот у меня есть телефон, почта и так далее. Поэтому можно позвонить, и мы переговорим, и человек может поработать. А у нас тоже есть звонок, интересно, может быть, это уже первые добровольцы-помощники. Здравствуйте, представьтесь, задавайте вопрос. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый день. А, вечер, какой день? Вечер, вечер, прямой эфир. Я от имени Банщиков, житель города Видного, Парахов, Федор. Когда у нас будут работать бани? Бани. Открыли баню в том году, 100 бань губернатора, полгода поработало и все. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое, да. Ну, по поводу бани, я, конечно, не могу сейчас сказать... Точное число, да, когда вот она откроется. Да, это однозначно. Все-таки нужно понимать, что вот то, что происходит на территории, за это отвечает администрация муниципального района. Депутат областной думы как раз и нужен для того, чтобы помогать на уровне правительства, главе и администрации. Поэтому давайте я выясню, в чем причина, почему она, ведь программа работает реально. Во многих городах Московской области эти бани работают и открыли, и работают. И баня в Ленинском, в городе Видное считается одной из лучших, она всегда была любима нашими жителями, с удовольствием туда ходили, были специальные банные дни, вот которые планировалась жизнь, да, скажем, свое расписание. А вдруг теперь ее не стало. Конечно, очень многие сожалеют. Надо помогать, что-то выяснять, делать. Не очень понятно, тем более она же по программе работает, то есть никаких препятствий не должно быть. Может быть, какие-нибудь технические моменты, ну, это надо выяснить. Ну, возьмите, пожалуйста, на контроль. А вернемся к помощникам. Надо объяснить людям, да, что за это, если уж вы зарплату не получаете за то, что в Дум ходите, конечно, и помощники получать ничего не будут. Ну, а что они получат взамен вот этого, от этой помощи? Ну, у них получится совсем другой круг общения, чем они сейчас общаются в другом круге. То есть у них появятся перспективы, если человек занимается общественной работой, то это уже будет другой уровень. И у них, может быть, все впереди. Конечно, конечно, поэтому... Так всегда и получается. Из помощников всегда вырастают депутаты. Это, кстати, хорошая цель будет, да? Ну, для начала неплохо. Человек, который посмотрит, как вообще с другой стороны политика, жизнь проходит. Да. Инициативные люди, вы говорили, что вы на них опираетесь. Вы их сейчас и ищете в качестве помощников. А есть ли такие люди в Ленинском районе, которые вам уже знакомы, но исключая ту инициативу о создании контактного зоопарка со львами? Ну, конечно, есть. В период проведения встреч с избирателями, с жителями, я еще раз говорю, в каждом населенном пункте есть активные люди. Единственное, что они не всегда хотят работать в какой-то структуре, например, быть помощниками, они хотят быть у себя. Поэтому я с ними общаюсь, они остались, есть контакты, мы как бы встречаемся, созваниваемся. И вот из этой среды, в том числе, они у меня и будут помощники. Часть уже есть. Поэтому, ну, хотелось бы укомплектовать полностью, потому что чем больше помощников, тем лучше будет обратная связь. А как год там? Вот вы не озвучили. Я озвучил еще раз. Вы сказали, 10 у вас уже есть сейчас. Да, я озвучил. До 30. А, до 30 можно. Депутат Госдумы может до 40, а областной дума до 30. А поскольку территория у нас очень большая, такая неоднозначная, потому что у нас ведь 4 города входят, вот видны, и еще таких же 3 города. И плюс еще часть Раменского района, часть Люберецкого муниципального района. И весь Ленинский муниципальный район соответственно. То есть территория не просто она большая по площади, а она много муниципальных образований, много администраций, много населенных пунктов. И вот тут вот все это выстроить. Поэтому приемных у меня 8, а у многих депутатов по одной. И, конечно, тут немножко сложновато, но ничего страшного. Мы справимся. Перед тем, как вы пришли к нам в эфир, мы анонсировали нашу встречу и попросили людей в комментариях задавать вопросы. И вот от интернет-пользователя у меня вопрос. Расскажите, Владимир Петрович, какое решение для города Видное можно придумать, чтобы не стоять в пробке на проспекте по 30 минут? Только на проспекте, да? То есть должно быть решение? Ну, человек спрашивает для себя, да? Он, видимо, добирается именно этой дорогой домой и на работу с утра. Ну, это совершенно справедливый вопрос. Именно для этого человека важна пробка на проспекте, а для другого она в другом месте. Тут, наверное, надо говорить не о конкретном месте, а вообще о пробках. Почему у нас появляются пробки, как с ними бороться? Пробки во всем мире есть, где-то больше, где-то меньше. С ними везде борются, но до конца победить их невозможно. Поэтому, по крайней мере, ни у кого еще не получилось. Может быть, мы будем первые. Но для того, чтобы с пробками бороться, надо ведь элементарные вещи делать. То есть развивать дорожную сеть, строить новые дороги, какие-то альтернативные выезды, развивать дорожное хозяйство, вовремя убирать, светофоров поменьше, чтобы было, были надземные, подземные переезды, чтобы светофоры работали в каком-то автоматическом режиме, как бы зеленая волна. То есть очень много моментов, которых нужно заниматься и делать. Тогда пробок будет меньше, но победить их полностью мы вряд ли сможем, надо честно сказать, потому что машина становится из года в год все больше и больше и больше. Тогда такой вопрос. Вы сказали, надо строить альтернативные дороги, надо заниматься, вкладывать в дороги. Нам во время приезда губернатора было обещано, и работа идет в этом направлении, выезд на М4, это как раз будет касаться задающего вопроса. Эта же тема. Область, бюджет области готов финансировать наш вот этот выезд для того, чтобы наши пробки уменьшились. Вот сейчас, занимаясь бюджетом, обсуждается вопрос, и города видны для того, чтобы нашу ситуацию с пробками разрулить, скажем так. Ну, если было поручение губернатора вот этот вопрос решить, то, насколько я знаю, сегодня Олег Владимирович Хромов докладывал как раз губернатору о выполнении вот этих поручений. Вопросов там больших не было, поэтому я думаю, что правительство Московской области поддержит и выделит какие-то средства, необходимые средства для вот этой дороги. Спасибо. А у нас следующий звонок. Здравствуйте. Я Цыганкова Вера Викторовна. Да, Вера Викторовна. Проживаю на улице Школьной. Меня интересует общий вид нашего ПЛК. ПЛК – это проспект Ленинского комсомола. Вот эти построены домишки какие-то, например, красный магазин, там всякие такие. Ну, это же, знаете, как-то неприлично для такого здания, как проспект Ленинского комсомола. Будет ли эти снесены, как в Москве Собянин называет, Шанхай? Видно, будет какое-то участие принятое. Но нельзя же такое безобразие творить под проспектом. Будьте так добры. Спасибо за вопрос. Да, ну, тут вопрос, конечно, очень сложный, потому что... Мы в правовом поле находимся. Если построены здания, они же построены не просто так. Есть, значит, разрешительная документация. То есть по каждому объекту нужно подходить конкретно, проверять, что, чего и как. Все-таки в Москве это были 90-е годы, когда было, ну, что, скажем, там, был беспредел по большому счету. И то до сих пор нет однозначного вывода, насколько верно поступил Собянин. Да, тут можно по-разному трактовать, но в интересах города, конечно, вот около метро это все нужно было расчистить. Насколько правомочные были застройки и сейчас есть около вот того, что вы сказали на наши телезрители. Но это нужно проверять еще раз. Каждое здание и конкретно смотреть. Да, еще вопрос. Я немножечко попробую добавить его. Вера Викторовна говорила о том, что город видно и очень красиво. Если вы обратили внимание на нашу архитектуру старого города, то она отличается, скорее всего, от тех городов, которые даже в ваш округ входят. Мне так хочется думать. Конечно, так. И вот новостройки, да, какие-то там даже не новостройки, а магазины, которые, ну, никакой архитектурной ценности не несут, они, конечно, выглядят, может, как встанные зубы. Ну, архитектурной ценности, может быть, и не несут, скорее всего. А тем не менее, это экономика. Экономика в том числе и района. Там работают предприниматели, там работает бизнес. Если мы все это посносим, какой будет бюджет района, какой будет бюджет Московской области. Конечно, это не говорит о том, что надо бизнес ставить во главу всего, но при приеме решения о строительстве вот таких объектов необходимо, конечно же, архитектурное заключение. То есть эксперты должны оценить, насколько вот этот объект впишется в существующую застройку. Это сейчас и происходит, потому что полномочия по разрешению на строительство таких вот объектов, они все находятся в правительстве Московской области. То есть администрация района не имеет возможности дать разрешение на строительство таких объектов. Мне кажется, это важно, потому что там собирается большая комиссия, специалисты, эксперты, и вот уже коллегиально принимаются решения. Владимир Петрович, мы очень много говорим о заполняемости бюджета, о работе предпринимателей, о инвестициях. А такой момент мне хотелось бы обсудить. А как нам быть с теми людьми, которые живут, пользуются инфраструктурой Московской области, в частности Ленинского района, а все налоги свои оставляют в другом субъекте федерации? Это большая проблема. В этом-то она, вернее, в этом корень всей проблемы, потому что большинство жителей, ну, например, половина Подмосковья, если уж так говорить, работает в Москве. Особенно близлежащие. Близлежащие, да. Как раз вот всех тех, которые вокруг Москвы. Совершенно правильно. Конечно, это вот тормоз на пути развития Подмосковья. Если бы они платили налоги, во-первых, у нас бы, раз, ну, наверное, вот это федеральный уровень, мы сколько вот пытаемся это сделать, ну, не получается пока как-то это не получается. Ну, это вот как третий путь, мы два пути назвали вы вначале, да? Пока не получается, но по нему всего все равно нужно идти, нужно стучаться, потому что сегодня получится, а завтра получится. Но важнее бы все-таки создавать рабочие места вот именно здесь, чтобы наши люди не ездили на работу в Москву, не тратили огромное время, вот это туда-сюда, обратно на машинах, не портили экологию, а работали бы рядом с домом. Вот наш губернатор, у него принцип какой? Живи, работай, отдыхай. Вот по какому принципу и должна развиваться Московская область. То есть человек должен жить, рядом работать и тут же отдыхать. А у нас это, как правило, все в разбор. Живут в одном месте, работают в другом, а отдыхают в третьем. Поэтому вот и получается вот такая вот неразбериха. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и эфир скоро подойдет к концу. Вы видите номера телефонов на своих экранах, поэтому звоните, вы успеете еще задать несколько вопросов нашему гостю. Владимир Петрович, а вы видите, какое развитие Подмосковья вот в течение своего периода депутатства? А сейчас депутаты на Московской областной думе? Пять лет. Пять лет. Ну, я думаю, что Подмосковье будет развиваться динамично и, может быть, даже, ну не скажу, что стремительно, но неплохо. Потому что у нашего региона очень большие потенциалы. Здесь и людской ресурс очень хороший, интеллектуальный уровень высокий. Здесь огромная территория, рынок сбыта у нас рядом, это Москва, энергетика. То есть у нас все есть для того, чтобы развиваться и работать. Поэтому придут инвесторы. Лучше, конечно, чтобы они были инвесторы с инновационным таким направлением. То есть не и кирпичи, условно говоря, делали, а какие-то микросхемы, проще говоря. И тогда будут рабочие места, будет отчисление в бюджет, и многие вопросы будут решены. Я думаю, что по этому направлению мы как раз и развиваемся. Просто сегодня немножко торможение идет, но непростая ситуация в экономике. Но она же не будет продолжаться вечно. Ваши прогнозы, когда мы уже пойдем на подъем? Я считаю, мы уже идем. Вы считаете? Мы идем, но и очень медленно пока. Главное, не падаем. Нет, нет, падать нельзя ни в коем случае. Нельзя. И мы не будем. Нет, сто процентов не будем. И мне нравится ваш оптимизм. Я хотела бы напомнить нашим телезрителям, что у нас сегодня Владимир Петрович Жук в гостях. Мы обсуждаем его работу как депутата и принимаем ваши звонки. А мне хотелось бы, уже, наверное, в завершении, узнать, какова ваша мечта. Я поняла, да, что мы должны развиваться в Подмосковье. А есть какая-то мечта, которая может иметь определенные формы? Мы не говорим о чем-то риторическом. Вот, чтобы все было хорошо. А мечта в каком направлении? В личном? Нет, все-таки в общественном. В общественном, да. Ну, моя мечта, наверное, будет заключаться в том, чтобы у депутата было как можно меньше работы. Чтобы к нему мало приходили на прием. То есть, если люди не будут приходить, значит, вопросов нет, значит, проблем нет, значит, все хорошо. Ну, пока, наверное, это все остается мечтой. А на самом деле работы у нас достаточно. И на 5 лет мне уж точно хватит. Я в этом не сомневаюсь. Но все равно пусть работы будет меньше. Да. Спасибо за то, что сегодня пришли, уделили время. Спасибо вам. Я знаю, да, что у нас сегодня в гостях был Владимир Петрович Жук, депутат Московской областной думы 6-го созыва. Владимир Петрович имеет приемную в Ленинском районе. Школьная 17. Школьная по улице, школьная, дом 17. Поэтому все вопросы, которые не успели задать сегодня, вы можете адресовать в приемную. И вы будете услышаны, и будет вам дан ответ. Спасибо. Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»